Задекларировать определенные доходы в налоговой нужно не позднее 2 мая. Об этом рассказали в налоговых органах. Потому 26 и 28 марта ведомство будет работать в особом режиме с 9 утра до 8 вечера. В налоговой рассказали, кому именно следует отчитаться о доходах. В первую очередь это самая большая категория. Те резанцы, которые осуществляли продажу имущества. Движимого, недвижимого имущества, который был у них в собственности в менее минимального предельного срока владения. Это может быть как 3, так и 5 лет. Для уточнения этого момента я рекомендую обратиться на наш сайт Федеральной налоговой службы. Там есть подробные разъяснения, как исчислять этот минимальный срок владения имуществом. Также большая категория те, кто получают в дар имущество от лиц, не являющихся близкими родственниками. И обязательно должны отчитаться те, кто сдают имущество в наем или в аренду. Эти категории отчитываются в обязательном порядке, говорят налоговых органах. Те же, кто хочет заявить о налоговом вычете, могут обращаться в течение всего года. Однако именно 26 и 28 марта проходит день открытых дверей прием налогоплательщиков, то есть физических лиц, по вопросу предоставления декларации формы 3НДФЛ. В рамках мероприятия и расскажут, как правильно ее заполнить и как получить налоговый вычет. Также расскажут о том, кто именно должен задекларировать доходы, в какой срок нужно оплатить налог и ответят на вопросы по декларационной кампании.